Привет, молодцы, выполняйте ногтей. За полчаса до обеда одна из групп занимается аквааэробикой. В детском саду «Ручеек» тренировки в воде проводят чуть ли не каждый день. По словам педагогов, это лучший способ закаливания для маленьких организмов. У нас в помещении температура всегда 28-30 градусов, и вода также у нас 28-30 градусов. Это самая оптимальная температура воды для закаливания ребенка. И после того, как они выходят, они проходят в душе, и там греются, и споласкиваются теплой водичкой, а ножки и ручки прохладной водой. И они выходят в теплые раздевалки. После тихого часа дыхательная гимнастика, прогулка по так называемому оздоровительному кругу. Массажеры сделаны руками родителей, как заверяют педагоги. Такая процедура очень хорошо сказывается на иммунитете. В преддверии грядущей эпидемии это как нельзя кстати, говорят воспитатели. «Болеть в третий день. Как сегодня? Что сохраняется?» «Массажеры сохраняются. Горло болит». Марина сегодня продлила больничный. Горло заболело еще в пятницу. Температура подскочила перед выходными. Девушка самолечением заниматься не стала. Сразу же вызвала врача. «Сейчас очень много лекарств, которые рекламируют. Не знаю, что именно выбрать, какое. Лучше с врачом посоветоваться». По информации Роспотребнадзора, в конце января зафиксировали больше 7,5 тысяч случаев ОРВИ по области. И это только за неделю. Причем болеют все. И дети, и взрослые. «Единичные случаи уже есть. Пока немного. Но в принципе мы к эпидемии готовы. Мы ожидаем ее. Провели целый ряд мероприятий для профилактики этих заболеваний. Мы все сделали прививки, сами сотрудники и население привили в достаточно большом объеме». По словам специалиста, в нашей области прививку сделал каждый четвертый житель региона. Привитые в Алакжане имеют гораздо больше шансов в период эпидемии обойтись без больничного. Это значительное преимущество даже перед теми, кто просто переболел ОРВИ. «Возбудители достаточно многообразны. Иммунитет вырабатывается именно на тот возбудитель, который вы получили. И у нас на сегодня, мы знаем, в циркуляции мониторинг ведется. Идет и РС-возбудители, и аденовирусы, и парагриппы, и различные другие возбудители. Вы можете заболеть одним, выздороветь, подхватить другой и опять заболеть». Чтобы болезнь все-таки обошла вас стороной, специалисты предлагают выполнить несколько простых рекомендаций. Во-первых, это избегать полностью контактов с больными. Во-вторых, избегать посещения массового скопления людей. Ну и в-третьих, простые правила личной гигиены. Ведь ваше здоровье в ваших руках. Если же вы чувствуете, что все-таки заболели, сразу же вызывайте врача. В 2009-м высокопатогенный вирус стал причиной смерти нескольких вологжан. Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом, по прогнозам специалистов в этом году, придется на февраль. И с каким вирусом надо будет бороться, пока неизвестно. Павел Громов, Василий Попурин. Новости Вологды. Субтитры сделал DimaTorzok